В этом видео я расскажу про процесс управления лидами в CRM Salesforce Sales Cloud. Как я говорил ранее в видео, которое называется «Автоматизация маркетинга B2B», Salesforce предлагает два варианта автоматизации лид-менеджмента. Первый вариант – это с использованием функционала Salesforce Sales Cloud. Второй вариант – это отдельное решение для лид-менеджмента Salesforce Pardot. Salesforce Sales Cloud лучше всего подходит, когда у вас небольшой поток лидов, лиды приходят горячие и не требуется автоматический подогрев лидов. Также ваши сотрудники могут связаться с каждым лидом и его обработать. Salesforce Pardot лучше подходит компаниям, у которых большой поток лидов, при этом лиды разной степени теплоты, начиная от горячих, когда клиент заполнил форму «Купить сейчас» и заканчивая холодными, когда клиент указал свои данные, чтобы скачать бесплатную электронную книгу по интересующей тематике. Также в Salesforce Pardot присутствует автоматический подогрев лидов и автоматическая передача в отдел продаж только горячих лидов. То есть, если у вас процесс лид-менеджмента сложный, если необходимо подогревать лиды, то вам необходим Salesforce Pardot. Если вы готовы работать со всеми лидами, которые приходят с сайта, и сейчас нет потребности в подогреве холодных лидов, то лучше использовать функционал лид-менеджмента в Salesforce Sales Cloud. И в этом видео я как раз буду рассказывать про лид-менеджмент в Salesforce Sales Cloud. В Salesforce есть огромная часть функционалов, связанная с лид-менеджментом. И в рамках этого видео, конечно же, не успею рассказать про все возможности. Поэтому я выбрал самые главные, самые интересные функции Salesforce Sales Cloud и продемонстрирую вам их в этом видео. Во-первых, это ведение маркетинговых компаний. В Salesforce есть возможность ввести маркетинговые компании и параметры по этим компаниям. Такие как количество участников, количество откликнувшихся участников, тип компании, затраты на компанию. Также автоматически рассчитывается прибыль, которую принесла нам компания, на основании сделок заключенных следов, которые принесла нам эта компания. То есть мы видим тут в сведениях все финансовые параметры компании есть. Также мы можем просматривать участников компании, как сводным отчетом, то есть количество участников на разных статусах. Так и можем просмотреть список участников. Да, и посмотреть конкретно, что за интересы и контакты у нас сейчас участвуют в маркетинговой компании. Если мы перейдем на карточку льда, то видим тут есть панель «Журнал компании». Панель показывает, какие маркетинговые компании повлияли на формирование этого льда. Да, и если впоследствии на основании этого льда мы создадим сделку, сделка увенчается успехом, мы получим определенную прибыль со сделки, мы можем разнести эту прибыль, к примеру, получили 100 тысяч, можем разнести эту прибыль автоматически на основании алгоритмов между маркетинговыми компаниями для более точного расчета роя. К примеру, 50 тысяч на одну компанию маркетинговую, 50 тысяч на другую. Если у вас крупные B2B-сделки в компании, то это очень удобный функционал, который позволяет более удобно, более точно отслеживать роя по маркетинговым компаниям. Еще одним очень мощным механизмом платформы Sales Cloud является функционал Web2Lead. Этот функционал позволяет создавать готовые веб-формы без программирования для размещения на сайте. Данные с этих веб-форм будут автоматически отправляться в систему и будут создаваться лиды на основании этих данных. Давайте попробуем сформировать такую веб-форму. Web2Lead, создать Web2Lead. Система нам предлагает выбрать поля, которые у нас будут в форме. Я хочу оставить поля имя, фамилия, адрес электронной почты компании. Город мне не нужен, область штат не нужна. Я хочу телефон также видеть в этой форме и интересующий продукт. Также система нам предлагает использовать CAPTCHA, чтобы избежать спама. Но мы сейчас сделаем без CAPTCHA форму. И необходимо ввести адрес, на который клиент будет перенаправлен после того, как он заполнил форму. Пусть это будет сайт нашей компании, afflux.ru. Создать. Все, система нам автоматически сгенерировала HTML-код. Веб-форма. Я сейчас копирую этот HTML-код и сохраню как страницу. Готово. Давайте посмотрим, как будет выглядеть наша форма. Да, вот наша форма, то есть все поля, которые я создавал, они тут есть. Но в дальнейшем вы можете встроить данную форму в ваш сайт. Это будет не просто набор надписей полей на белом фоне, а в рамках вашего сайта, в рамках дизайна вашего сайта красивая форма. Также в Salesforce есть очень мощный функционал по правилам распределения. То есть, если в компании большое количество лидов, то резонно ввести определенные правила распределения. Как распределяются лиды между сотрудниками. Есть два типа распределения. Это присвоить по параметрам конкретного пользователя. К примеру, у нас несколько филиалов у компании и в Санкт-Петербургском филиале сидит только один менеджер. И поэтому всех лидов, в которых параметр лида Санкт-Петербург-город, будем распределять на этого менеджера по параметру. Также есть присвоение в очередь. Очередь, если говорить простыми словами, это такой большой котел, куда сваливаются входящие лиды. И у природных лидей есть доступ к этой очереди, к этому котлу, из которого они могут брать лидов, которые им понравятся. Если возвратиться к нашему примеру с компанией, у нас в Санкт-Петербурге один менеджер сидит, в Москве два менеджера. И все лиды, которые поступают на Москву, они попадают в очередь. И далее менеджеры берут из этой очереди лиды на себя. То есть вот эти два правила распределения можно комбинировать между собой, как угодно, в рамках системы. А также в Salesforce есть очень классный функционал автоответа. Когда приходят на слит и распределяются на определенного менеджера, то клиент, оставивший заявку, может получать автоматическое письмо, персонализированное, отправленное с почтового ящика менеджера. Давайте посмотрим, как выглядят эти настройки в системе. Про другие настройки, это консоль и быстрые имейл-шаблоны, я расскажу в рамках сценария. Сценария показа демо. Итак, смотрите, правила назначения интересов по системам. То есть у меня настроено правило, если интересующий продукт в лиде, то есть в интересе это CRM, то можем назначить на пользователя Анатолия Лучинского. Это я в системе, мой пользователь. Также можем назначить в очередь и на пользователя партнера. Если организация работает с партнерами, то в Salesforce есть готовый функционал по партнерскому порталу. Вы можете по определенным параметрам передавать лиды прямо на партнерский портал, отправлять имейл-уведомления партнеру. Он будет видеть, что появился новый лид, специально для него нужно обработать. Также мы тут указываем шаблон электронной почты, с помощью которого будет ответственный менеджер уведомлен о том, что к нему присвоен новый лид. И настройка правила автоматического ответа для интересов. То есть, опять же, настраиваем, для каких интересов у нас будет отправляться автоматический ответ с помощью фильтров. Для интересов, где интересующий продукт это CRM, у нас будет отправляться с почтового ящика Анатолия Лучинского и будет использовать шаблон Sales Notif. Давайте посмотрим, как выглядит этот шаблон для персонализированного уведомления клиента, который оставил у нас лид на сайте. Шаблон состоит из текста в формате HTML из так называемых макросов. То есть, лид first name, здравствуйте. Тут у нас автоматически подтягивается имя клиента и так далее. То есть, лид продукт интерес, тут автоматически подтянется интерес клиента, то есть продукт, которым клиент интересовался. И таким образом Salesforce нам соберет письмо под клиента и отправит с почтового адреса менеджера, который сейчас работает с клиентом. Вот вы видите, подпись тоже автоматически формируется на основании данных отправителя, его имя, телефон, электронная почта и так далее. Далее я бы хотел пройти в системе следующий сценарий, чтобы вам показать работу лид-менеджмента. Сценарий начинается с того, что клиент оставляет заявку на сайте. Далее его лид автоматически по правилам распределяется на ответственного сотрудника в соответствии с составом лида, составом заявки. Далее сотрудник получает письмо с уведомлением о новом лиде. Клиент получает от имени сотрудника персонализированное письмо о том, что его лид принят в работу и он будет далее работать с таким ответственным менеджером, с таким менеджером стороны компании. Далее сотрудник у нас хочет дозвониться до клиента, но не дозванивается и отправляет ему имейл с просьбой перезвонить или указать время, когда будет удобно связаться. И сотрудник во время работки лида вспоминает, что его коллега вроде бы на конференции общалась с этой компанией и в внутренней социальной сети Salesforce в чаттере пишет вопрос коллеге по лиду. И далее, наконец, сотрудник дозванивается до клиента и договаривается о встрече, создает встречу в системе. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. У нас клиент будет работать в Firefox, в браузере Firefox, а сотрудник будет работать в Chrome. Вот представим, что клиент находится на сайте и заполняет свои данные. Интересующий продукт CRM. Отправить запрос. Да, так как мы указали сайт при адресации Afflex.ru, после того, как клиент отправил запрос, заполнил формуле «Да», его приадресовал на Afflex.ru. Давайте перейдем в почтовый ящик клиента. После того, как я отправил запрос, мой лид автоматически распределился на Анатолия Лучинского. И от имени Анатолия Salesforce автоматически отправил мне письмо. Мария, здравствуйте, благодарю за интерес к нашим продуктам. Это очень хорошо работает, очень приятно для клиентов, поскольку на большинстве сайтов работает автоотбивка с адреса типа info.companyname.com. Здравствуйте, мы зарегистрировали ваш лид. А тут отправляется персонализированное письмо, в котором упоминается, что вы интересовались CRM. Меня зовут Анатолий. Я написал вам письмо, вот мои контакты, когда с вами удобно связаться, какие у нас будут дальнейшие действия. И даже приложен файл к письму, который я могу изучить как клиент, пока со мной связывается менеджер. Давайте посмотрим со стороны менеджера, что случилось. Да, то есть я работаю из-под аккаунта Анатолия Лучинского. Я получил уведомление, что ко мне пришел новый лид, Мария Онегина. Да, есть ссылка, по которой я могу перейти, посмотреть, что это за лид. В Salesforce есть два варианта работы с лидами. Первый вариант – это работа из классического интерфейса. То есть вот раздел «Лиды». Есть различные списки по лидам. То есть недавно просмотренные лиды, сегодняшние лиды, открытые лиды, открытые интересы. И при этом я могу создавать собственные списки. Например, я хочу, так как я занимаюсь CRM, хочу создать список CRM лиды. Могу сделать так, чтобы данное представление было доступно только мне, или поделиться с коллегами, чтобы они тоже могли пользоваться этим списком. Но я хочу, чтобы оно было доступно только мне. Да, и далее мне вот система предлагает отображать все интересы, все лиды, или только мои интересы. Все интересы. И добавим фильтр. Да, то, что интересующий продукт – это CRM. Все, готово. Интересующий продукт – CRM. Сохранить. Да, то есть таким образом я сформировал список лидов по CRM, и буду в дальнейшем им пользоваться. То есть первый вариант работы с лидами – это с помощью вот этих вот списков в разделе «Интересы». Второй вариант работы с лидами – с помощью селс-консоли. Селс-консоль – это приложение Salesforce, которое предназначено для быстрой обработки объектов одного и различных типов. Если у вас большое количество лидов, и есть специальный оператор контакт-центра, который связывается с лидами после того, как лид оставлен, то, возможно, ему удобно будет работать в селс-консоли, потому что, смотрите, тут в рамках единого интерфейса я могу открывать лиды. Они будут открываться подобно вкладкам в браузере, то есть я могу между ними переключаться быстро. Да, также могу закреплять вкладку, обновлять, открывать. Да, то есть такой удобный интерфейс для массовой обработки объектов, для массовой обработки лидов. Да, по сценарию дальше я с Марией. Я с Марией Онегиной связываюсь, но могу дозвониться до нее. Я сейчас зафиксирую это на карточке льда. Здесь пишу «Не дозвонился». Готово. И отправляю ей электронную почту, что «Дорогая Мария, я вам звонил и не смог дозвониться». Опять же используются шаблоны электронной почты с макросами. Да, да, смотрите, «Lead First Name», «Lead Phone» и так далее. То есть клиент полностью чувствует, что письмо, которое он получает, я не сделал с помощью двух клипков в CRM-системе, а написал самостоятельно, долго старался, подбирал выражения и писал данное письмо. Можно сделать предпросмотр и вот посмотреть, в каком виде клиент получит письмо. Да, и это письмо могу отправить прямо из системы. Также по сценарию я как сотрудник, работающий в системе, помню, что моя коллега Дарья вроде бы на конференции общалась с этой компанией, с ротором. И я могу написать ее во внутренней социальной сети Salesforce чаттере, либо сообщение, либо вопрос задать. Ну, напишу в виде сообщения. Публиковать. После того, как я опубликовал сообщение в чаттере, Дарья получит его в своем Salesforce. Если у нее установлено на телефон мобильное приложение, Salesforce One получит в виде ушедомления на то, что я ее упомянул в чаттере. Также, после того, как я наконец дозвонился до Марии Онегиной по сценарию, я могу внести данные в системе. То есть, к каждому объекту, по каждой карточке в Salesforce я могу настроить индивидуальный состав полей на карточке. И когда позвоню, уточнить такие данные, как количество сотрудников, годовой доход и так далее. На этом я бы хотел завершить обзор функционала лид-менеджмента в CRM Salesforce, Sales Cloud. Конечно же, я не рассказал про все функции, которые есть в Sales Cloud, потому что их очень много. Подробно про все функции вы можете почитать на сайте help.salesforce.com. Или обращайтесь к нам в компанию Aflex, мы расскажем про функции лид-менеджмента, которые релевантны вашему бизнесу и вашим процессам лид-менеджмента в компании. В следующем видео я расскажу про работу со сделками и счетами в CRM Salesforce. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!